У нас коллеги некоторые сейчас едут, где-то на пробках, я знаю, что на гангах едет, Зайцев, где-то подходим, заходи, предложения. Начнем? Хорошо. Тогда мы начинаем очередного и, скорее всего, последнего заседания в этом году, в этом году, последнего, крайнего в этом году, как вам будет угодно. Хорошо, чисто. Ну, традиционно мы начинаем с депутации поздравления нашей коллеги, который был день рождения, но, к сожалению, Яндрея Михайлович Малыгин и Амфиса Анатольевна Рисова отсутствуют, по уважительной причинам. Поэтому мы их поздравим с вами активно. Итак, выступаем за работу. Проект «Проестный дня» вам все был направлен для ознакомления. Предлагаю принять его за основу. Кто за, прошу голосовать. Против, выдержались. Владимир Владимирович, напрягайтесь. Нет, вот тогда данный проект я не за основу. Какие замечания, дополнения? Я сразу внесу одно изменение. Предлагаю принять местами 14-15 вопрос. То есть сначала 1-2, потом ПЗЗ. Я думаю, возражений не будет. Какие чем-то вопросы? Нет? Старое голосование «Проестный дня» в целом. Ну, да, прошу голосовать. Против, выдержались? Нет, спасибо. Итак, приступаем к рассмотрению. Первые вопросы. О внесении изменений в решении Совета Депутата городского предприятия Московской области о бюджете городского предприятия Московской области на 2017-2018-2019-2019-2019. Наталья Николаевна Гурьевна, он по этой «Наши баллы» на «Наши баллы» на «Наши баллы». Если можно, давайте я туда пересняю. Мы предлагаем увеличить бюджет по доходу в сумме 220 миллионов 913 тысяч. Это следствия областного бюджета и внутренние перечисленения. Поэтому просьба данный вопрос поддержать и принять. Я хочу обратить внимание, что на комиссию были внесены определенные изменения, тот первоначальный проект. Сегодня вам уже окончательно вариант был направлен с учетом тех денег, которые дополнительно выделены на мобилизованности. Это общая сумма 70 миллионов. 220? Нет, я имею в виду помню, когда мы начали на комиссию. Какие вопросы к Наталье Николаевне? После штуки данного решения. Наталья Николаевна, план доходов на 2017 год у нас составил 7 миллиардов 740 миллионов рублей. На данные по сайту открытого бюджета Московской области на 1 декабря исполнение 5 миллиардов 340 миллионов рублей. Разница у нас 2 миллиарда 174 миллионов рублей. Сколько сейчас? На сегодняшний день у нас уже 6 миллиардов 200 по собственным дологам. Народом, ну, это с учетом денег. Это с учетом денег, которые поступают тоже для опыни. И первые 5 рабочих, которые у нас поступают доходы уже в следующем году, они зачисляются в предыдущий год, потому что это оплата за, например, в 2017 году, это было за 2016 год. Поэтому мы точную сумму доходов будем уже знать, что в течение 5 рабочих дней 2018 года... Андрей Валерьевич, значит, по существу данного решения, вы просто вставайте, они сейчас здесь услышат. Потом это 6 миллиардов 200. Андрей Валерьевич, по вопросу, закончим. 6 миллиардов 200 сейчас собрали. Надо 7 миллиардов 740. Скажите, пожалуйста, Наталья. Законьте, пожалуйста, Наталья. Наталья Николаевна, 7 миллиардов 714 мы соберем или нет? Остается 2 дня. Сумма точная мы вам скажем, когда будет. Будет видно, но 7,7 миллиардов, возможно, такой точной суммой. Вот я о том и решу. Починяюсь, вы кончили, я прожую еще раз эту сумму, которую мы соберем. Что у меня болезни, а? Я не собираюсь на него, у вас есть 50 рублей. Вы регламент читаете, Валерь Валерьевич? А у нас не дискуссия здесь. Мы сейчас проведем. Вы вопросы уже полчаса. Но вам вопрос ответили. Если вы знаете, почему, что мы не соберем 7 миллиардов 714, что вы это через год, давайте об этом вопросите. Андрей Валерьевич, значит, только что вам пояснили о том, что точная цифра будет в аренду 2018 года. На вопрос коллеги из администрации отвечали, мы уже просто не отвечали. Давайте дальше работать. У нас большая повестка. По данному решению и вопросу конкретно, по уточнению бюджета 2017 года, какие есть вопросы? Ставлю на голосование решение, внесение изменений в решение Совета депутатов о бюджете городского коллектива на 2017, план 2018-2019 год в представленном, точном объекте. Кто за, прошу голосовать? Против? Бывая. Выдержались? Нет. Протокол занесите, пожалуйста. Приходим к следующему вопросу. Я прошу выключить телефон. Так, коллеги, внимательно отнеситесь, переключите телефон, и все, режим беззвучный. Следующий вопрос. Объяснение изменений в решении Совета депутатов городского коллектива в Московской области о бюджете городского округа на 18-й и плане 19-20-й годы. Анатолий Николаевич. Значит, уважаемые коллеги, к вашему вниманию представлен проект бюджета, который мы приняли на 18-й год, на плановые периоды, 19-й и 20-й. Здесь уже получено дополнительное после утверждения областного бюджета студенция на создание административных комиссий полномочных рассматриваний дела административных правонарушений в сфере благоустройства 540 тысяч. И мы наш кредит, который у нас с процентами 547 тысяч, делим на два приложения по указанию НИНФИНА. Вопрос обсуждания. Перед принятием бюджета все-таки сумма не меняется, все-таки приняли решение, что нам нужно разделить основной долг с процентами. Поэтому вот такие небольшие уточнения бюджета 2018 года. Пожалуйста, данный вопрос поддержать. Валерий Николаевич. Комиссия рассмотрела вопрос, что это будет и не на нас, и не на нас, и не на нас, и не на нас, и не на нас. Спасибо. Вопросы? Тогда обращаю. Нет? Предложения? Ставлю голосование. Решение о внесении изменений в решение себя депутата городского химико-московской области, о бюджете городского химико-московской области на 2018-е и планов 19-е и 20-е годы. Прошу голосовать. Против? Еще раз против. Двое. Спасибо. Совершение принято. Переходим к следующим вопросам. О дополнительных основаниях признания безнадежной и взыскания недоимки, задонности, попениям и страхам по месту налогов. Пожалуйста. Значит, уважаемые депутаты, ваше внимание представлены проект решения. Область принимают по областным налогам, а мы с вами по месту. В соответствии с статьей 3, с пунктом 3 статьи 59 Налогового кодекса нам необходимо на местном уровне принять данное решение. Что здесь, какие будут изменения? То есть у нас будут дополнительные основания признания безнадежной и взыскания недоимки, задолженности по пеням, штрафам, по местным налогам, обязательно по уплачению на территории городского округа. Здесь могут быть те задолженности, которые у нас образовались на первые десятые, додолженность на первые десятые у нас составляет 260 миллионов, но есть невозможное взыскание 10 миллионов, то есть у которых уже прошел срок исковой дальности более трех лет, далее, которые в судебном порядке, сдают внесение судебным приставам решения о том, что невозможно взыскать, а сумму в налоговой так и нести, не могут ее списать, и которое уже прошло более трех лет, и также наличие недоимки за должности по пеням и штрафам, которые у нас были, не прошли перерегистрации в 2004 году. Поэтому просьба данное проекта решения подвешать, оно у нас в соответствии с федеральным законом, областным, и дальше вот уже как бы мы на своем уровне принимаем данное решение. То есть то, что мы все равно не получим, оно у нас висит загадание, и внесли изменения федеральной законодательской стратегии, вносим изменения мы. У жанных, например, нет индивидуальных предприятий, предпринимателей, его нет, а за должность висит. И поэтому будет право у налоговой списывать данную за должность. Пожалуйста, поддержите. Спасибо. Андрей Николаевич, комиссия рассматривает? Да, спасибо. На комиссии рассмотренный вопрос подробно. Возражений ни у кого не возникло. И единогласно комиссия предложила Совету депутатов рассмотреть этот вопрос. Вопросы, предложения по данному решению? Нет. Старное голосование. Решение о дополнительных основаниях признания безнадежных взысканий недоимки за должности по пеням и штрафам по местным налогам. Кто заприняется данное решение в представленном виде, прошу голосовать. Прошу? Спасибо. Разъезжались? Нет, спасибо. Все не любите. Спасибо, Наталья Николаевич. Следующий вопрос. О внесении изменений в решение Совета депутатов городского коллектива Московской области о вытверждении положения обойденных имуществом, находящихся в собственном соединении муниципального образования городского коллектива Московской области. Докладчик Денис Олегович Чижик, представитель комиссии управления Министерства. Уважаемый депутат, Александр Владимирович, я приглашаю на Вашу внимание в нынешний проект решения о внесении изменений в решение Совета о подтверждении положения обойденных имуществом на муниципальном сообществе. Предлагается дополнить с двух пунктом 6.9 задвижающие условия для включения договоров паренда на объекты водоотведения и водоснабжения, поспециализироваться специализированными организациями с установлением по 2020 год включительно фиксированной ставки арендной платы в размере 1 рубль в год за один погонный квадратный литератический метр соответствующей сети. Принятие данного проекта в представленной редакции позволит выполнить производственную программу по обслуживанию и проведению капитального ремонта сетей водоотведения и водоотведения. Проект согласован с Министерской господинской прокуратурой, а также, который еще был по-моему. Прошу прощения. Комиссия рассмотрела данный вопрос. Подробно, возражений не было. Рекомендованы и не догласны на рассмотрение Совета депутатов. Спасибо, Владимир Николаевич. Вопросы по данному решению? Да, Владимир Николаевич. У меня вопрос. А что по оценке регулирующего воздействия данного нормативного акта? УРВ проходил? Естественно, проходил. Мы оценили соответствующую динамику изменения в тарифе водоснабжения химического водоканала в отклонении значительных мы не видим. порядка 3-1% с минусом. В целом, все выстрелились положительно. Согласились с такими отклонениями. Это по водоснабжению по водоотведению. Да, будет отклонение до уровня 15-20%, но это тоже посильно. Поэтому соответствующие рекомендации были получены с 7-20%. Все хорошо. Спасибо. Владимир Николаевич, у вас вопросы. Снимается? Еще вопросы есть? Тогда обращение. Предложение. Тогда ставим на голосование. Решение о внесении изменений в решении сэй-депутата городского критинга Московской области о выдвижении положения о борьбе имущества, находящейся в собственности муниципального образования городского критинга Московской области представлены в мире. Кто запринял эти данные решения, прошу выслушать. Спасибо. Против. Раздержавшись. Решение принято. Следующее решение о внесении изменений в положение комментиста по управлению имущества администрации городского критинга Московской области в утвержденном решении сэй-депутатов на 5-20-20-15 года. Докладчик Андрей Акачук, начальник управления на правом обеспечении сэй-депутатов. Уважаемые депутаты, внесем решение по наделению комитета по управлению имущества внесения изменений в их положение и включаем обязанности по реализации инвестиционных контрактов с соглашением. Завные функции они выполняли на основании отдельных распоряжений. Теперь за ним эта функция по работе с инвестиционным контрактом будет ответственно на постоянность вопроса на твердитет. Спасибо. Андрей Акачук. Данный проект нормативный акт рассматривался на комиссии по законодательству местного сомправления депутатской этики 2-ж. Первый раз там были некоторые возражения со стороны исполнителей, но потом, я так понимаю, все возражения были сняты. Комиссия рекомендовала единогласно рассмотримую в Совете депутатов. Вопросы депутатов по решению предложения. Вопросы сделаны. Старк голосования. Решение о внесении в положение комиссии и управлению межрадминистрации городского критинка Московского области. В утверждении подтверждено в решении Совета депутатов 25 февраля 2015 года. Решение называлось предупреждение положения об органах администрации городской полетники Московской области. Кто за принятие данного решения в представленном виде, прошу голосовать. Спасибо. Против, поддержались? Нет. Решение предупреждения. Следующий вопрос. О внесении изменений в решение Совета депутата городской полетники Московской области о выверждении положения о муниципальном жилищном фонде и о порядке представления жилых помещений гражданам городской полетники МОК. Докладчик Павел Василий Владимирович, руководитель НКУ управления жилых помещений. Уважаемый Дмитрий Владимирович, Александр Павлович, уважаемые депутаты, в вашем именуе предлагается проект решения Совета о внесении изменений в решении 2.2. Уважаемый Дмитрий Владимирович, руководитель НКУ управления жилых помещений, руководитель НКУ управления жилых помещений. Основная цель указанных изменений – это приведение в соответствие нашего действующего муниципального законодательства в соответствии с требованиями федерального законодательства. Кроме того, предлагаем внести изменения в части, касающиеся порядка предоставления жилых помещений по договорам коммерческого найма. Изменения связаны, первое, с изменением условий продления для граждан, которые первично заключили договоры коммерческого найма, но в силу каких-либо причин при утрате трудовых отношений, убыли на работу другой субъекта Российской Федерации, при этом поставить свои семьи, проживать на территории городского районной химки. И второе – это внесение изменений в договор, в типовую форму договора коммерческого найма, для проведения ее в соответствии с основным разделом, определяющим порядок предоставления жилых помещений коммерческого найма. В частности, из договора убирается преимущественное право на выбор, поскольку в положении данное право не содержится. Что и должно, я прошу поддержать. На комиссии данный проект нормативный акт рассматривался, принципиальных предложений не поступило, и на согласно было принято решение рекомендовать рассмотрение на Совете депутатов. Вопросы депутатов по данному решению, предложения? Вопросы нет? Тогда ставим голосование. Решение о внесении изменений в решение Совета депутатов городского районного химки Московской области, об утверждении положения в муниципальном жилищном фонде и порядок предоставления жилых помещений градного городского районного химки. Кто заприняет за данное решение? Представим, прошу голосовать. Спасибо. Вы задержались? Решение принято. Следующий вопрос. О признании, утратившем силу, в решении Совета депутатов городского химки Московской области от 26 мая 2010 года, об утверждении положения о порядке обеспечения жилым помещениям за счет средств федерального бюджета, о теме категории ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей инвалидов, нуждающихся в улучшении реческих условий, постоянно проживающих в городском химкинке. Василий Владимирович. Уважаемый Дмитрий Владимирович, Александр Павлович, уважаемые депутаты, в вашем внимании предлагается проект решения о признании утратившем силу решения Совета депутатов 3, в утверждении положения, в порядке обеспечения жилым помещениям за счет средств федерального бюджета, о теме категории ветеранов, родителей, семей, имеющих детей, инвалидов. Цель вынесения на ваше обсуждение вышеуказанного проекта решения, опять же, как и в первом случае, это приведение в соответствии с требованиями федерального законодательства. В частности, все вопросы, связанные с обеспечением жилым за счет средств федерального бюджета, они вырегулированы как федеральным законодательством, в частности, если мы говорим, и о пятом федеральном законе, о работе с инвалидами, а также и подмосковными законами, в частности, 125-м законом Московской области. Администрация городского округа Химки, представляющая и являющаяся органами местного управления, в данной ситуации подводится роль контрального расходования средств в территории городского округа Химки и представление списков вышеуказанных категорий граждан, которые я разручил, в правительство Московской области, для внесения их в соответствующий сходный список по Московской области, следует представление им средств федерального бюджета. Поэтому, в частности, касающиеся именно определения порядка предоставления органами местного управления в виде администрации для ХОП и Химки, по намочениям не обладают. В связи с этим, прошу поддержать решение о признании удрательщикой силы в положении 55-й граждан. Продолжение следует... Да. Проект нормативный акт рассматривался на комиссии. Комиссия единогласным решением рекомендовала к рассмотрению на Совете депутатов. Вопросы есть? Комиссия единогласного согласования об утверждении решения о признании удрательщикой силы решения Совета депутатов в Республике Химки от 26 мая 2010 года об утверждении предложения о порядке обеспечения жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета отдельной категории ветеранов, инвалидов и семей, имеющихся в отношении жилищных условий, постоянных проживающих в Республике Химки, в Роскутске, в Роскутске. Кто запринял эти данные решения в Республике Химки, прошу вас. Спасибо. Против? Сдержали? Спасибо. Спасибо. Решение принято. Следующий вопрос. О внесении изменений в решении совета депутатов в Республике Химки Московской области о подтверждении штуктуры администрации в Республике Химки Московской области. Екатерина Каланчевна. Добрый день, Дмитрий Владимирович, Александр Павлович, в обоих депутатах и приглашенные коллеги. Проектом представленного решения Совета депутатов городского кабинета Московской области, согласно пункту 1, раздела 2, приложение 1 к методическим рекомендациям ТОНС по оценке эффективности работы органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Московской области, по показателям соблюдения рекомендаций по количеству муниципальных учреждений и социальной сферы численности работников, новая редакция от ноября 2017 года, в сети муниципальных учреждений и социальной сферы городского кабинета Московской области допускается наличие учреждений, осуществляющего функции муниципального заказчика по вопросам проектирования строительства и реконструкции капитального ремонта, функции технического надзора объектов, финансирования которых осуществляется полностью или частично за счет бюджетных средств. В связи с этими изменениями у нас появилась возможность поставить муниципальные оказываемые учреждения управления капитального строительства в том виде, в котором он сейчас существует, не вносить это подразделение в структуру администрации, тем самым увеличивая установленную предельную численность. Решение по данному учреждению было принято только в муниципальном январе, уже после предыдущего совета депутатов, на котором мы внесли изменения о включении управления строительством в структуру администрации. Поэтому сейчас мы предлагаем внести изменения по исключению управления строительством, поскольку все эти функции будут муниципальные оказываемые учреждения. Для исполнения настоящего решения не требуется предоставление дополнительных средств из бюджета городского округа. Проект решения прошел правовую и антикоррупционную экспертизу. Коррупционный фактор не выявлен. Доклад окончен. Проект решения рассмотрен на заседании комиссии. Единогласным решением комиссии проект рекомендован к рассмотрению на совете депутатов. Спасибо. Вопросы депутатов по отношению есть? Сложения? Ставлено голосование. Решение о внесении изменений в решении совета депутатов городского хорхимии Московской области от 19 апреля 2017 года. Вопросы депутатов по отношению к структуре администрации городского хорхимии Московской области. Представлено голосование. Кто запринял данное решение, прошу голосовать. Спасибо. Против? Додержались? На разрешении принято. Следующий вопрос. Объяснение изменений в решении совета депутатов городского хорхимии Московской области от 21 апреля 2019 года. О порядке представления ежегодно дополнительных облачиваемых опусков за выслугу лет лицам замещающим муниципальные должности городского больших Московской области. queria награждаться. Уважаемые депутаты, о проектное представленное решение предлагается привести порядок в предоставлении ежегодно дополнительных оплатного опусков за выслугу лет лицам замещающей муниципальные должности и должность муниципальной службы городского хорхимии Московской области. В соответствии с законом Московской области, от 8 ноября 2017 года, номер 188, дробь 2018, РОДФ, о внесении изменений в закон Московской области о муниципальной службе Московской области, в части изменения количества дней ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков за 8 лет и отпуска за ненормированный служебный день, а именно, максимальная продолжительность отпуска за 8 лет уменьшается с 15 календарных дней до 10 календарных дней, общая продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска и отпуска за 8 лет уменьшается с 45 календарных дней до 40 календарных дней. Для исполнения настоящего решения не требуется выделение дополнительных средств бюджета городского округа, а также внесение изменений и дополнение информативной правовой акции городского округа, в частности Московской области. Проект решения прошел правовой институтационный экспертиз и положительное заключение в прокуратуре, в том числе, в том числе. Спасибо. Олег Валерийович. Проект решения рассмотрен на комиссии, единогласным решением рекомендовано рассмотрение на Совете депутатов. Вопросы? Нет? Односказное голосование. Решение о внесении изменений в решении Совета депутатов городского округа, оплативаемых отпусков за облачье бюджетов, Субтитры предоставил DimaTorzok 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 ДimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok мысляホер marked Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok В связи с соблюдением баланса между частным и публичным интересом подробно разработан порядок подачи заявления о намерении присутствия на заседаниях органов местного самоуправления, сроке подачи такого заявления, в том числе на днеочередные и экстренные заседания органов местного самоуправления, обусловленные сроки размещения информации о заседании органов местного самоуправления, указаны конституционные ограничения о присутствии граждан на заседаниях органов местного самоуправления, прогресс на ответственность и нарушение настоящего порядка. В прилагаемом проекте нормативного права в акте проекционные факторы отсутствуют. Принятие предлагаемого проекта не потребует дополнительных расходов из бюджета городского округа Химка Московской области. Проект прошел в правовую экспертизу. Отмечу, что на заседании комиссии по законодательству местного самоуправления депутатской этики было представлено 4 варианта нормативных актов, регулирующих указанных предлагаемых порядков и правоотношений. Комиссии было принято решение рекомендовать вносимый мною проект на нормативный акт на заседание Совета депутатов. — Вы, как представитель комиссии, должны еще доложить, что обсуждение комиссии прошло, причем неоднократно. — Да, совершенно верно. — Есть изменения на дополнение, которые предлагались депутатам и администрации. В результате коллективного совместного творчества появился предлагаемый на сегодняшний момент окончательный вариант данного положения. Вопросы к докладчику? — Спасибо. — Второе ставленное голосование — решение о подтверждении порядка присутствия граждан, физических лиц, в том числе предстоящих организаций и юридических общественных объединений на заседаниях региальных органов местного направления Гороскопрохитников Московской области. — В представленном окончательном варианте. — Кто за принятие данного решения, прошу голосовать. — Спасибо. — Против? — Двое. — Поддержались? — Нет. — Решение принято. — Спасибо. — Следующее решение о внесении изменений в решении Совета депутатов. — В утверждении положения поставленных комиссий Совета депутатов. — В утверждении положения поставленных комиссий Совета депутатов Гороскопрохитников. — В дальнейшем проект решения в соответствии с федеральным законным обучением принципов организации местного управления Российской Федерации, уставом Гороскопрохитников, регламентом Совета депутатов, решением Совета депутатов о подтверждении положения постоянных комиссий Совета депутатов, для предварительного рассмотрения и подготовки вопросов, относящихся к видению Совета, контроля для исполнения принятых решений, а также выполнения иных поручений Совет депутатов создает постоянные и временные комиссии, которые являются рабочими органами Совета депутатов. В процессе работы постоянных комиссий назрела необходимость улучшения правово-регулированных отношений, возникающих в связи с процессом внесения, обсуждения и принятия нормативно-правовых и иных актов органов Международного управления, а также иных отношений в связи с деятельностью вышелкадных рабочих органов Совета депутатов. Продолжается внести следующие изменения в положении постоянных комиссий. Дополняется в пункт 3.5 лица, представляющие проект нормативного акта и ее уносили в вопрос на отношения комиссии, а также иные лица, приглашенные на свидание Совета депутатов, включая помощников депутатов, отмечаются на местах специально отведенных клиник в соответствии со схемой, утвержденной в председательном Совете депутатов. 3.6 пунктов дополняются абзацом следующее содержание. При совместном заседании комиссии голосование в каждой комиссии проводится с учетом пункта 2.1 настоящего положения. И 3.8 положения дополняются абзацом следующее содержание. О приглашении иных лиц, депутат Совета депутатов, обязаннее, чем до 2 дня до начала заседания комиссии, уведомить ее председателя. В присутствии на заседании комиссии лица, не достигших 16-летнего возраста, допускается лишь в исключительных случаях, только по решению комиссии. Прилагаемый в проекте нормативно-правового акта коррупционные факторы отсутствуют. Проект прошел антикоррупционную и правовую экспертизу. Принятие в долагаемом проекте не потребует дополнительных расходов из бюджета городского округа архивки Московской области. Как председатель комиссии добавил, что обсуждение проекта прошло на заседании комиссии, комиссия рекомендовала к рассмотрению на Совете депутатов. Спасибо. Вопросы по вам общению? Нет? Тогда ставлю голосование. Решение отнесения изменений в решении Совета депутатов городской архивики Московской области об утверждении положения об установленной комиссии Совета депутатов. Представлены ли я? Кто за принятие данное решение? Прошу голосовать. Против? 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 Нет. Возвращение отнесения? Возвращение принято. Так мы постепенно, я думаю, приближаемся на национальные базы и регламенты заседания Совета депутатов. И, кстати говоря, я хочу вам напомнить, я еще полгода назад говорил, что, тем не менее, у нас потихоньку набираются вопросы, которые требуют уточнения в регламенте Совета депутатов. Обращался к депутатам, чтобы давали свои предложения, поэтому прошу об этом не забывать, и я думаю, что следующим этапом мы тогда будем приносить точнение в регламенте Совета депутатов. Переходим к осмотрению следующего вопроса. Как я рассказал, мы их применяем местами. Следующий вопрос об утверждении генерального главного городского прикидка Московского области. Наказываемый окладом Наталья Юрьевича Коком, начальника отдела архивистуру и датастроительства администрации городского облача. Да, Наталья Юрьевича. Уважаемый Александр Павлович, Дмитрий Владимирович, депутат, приглашаем. Вашему вниманию представлены проекты решения об утверждении проекта генерального плана городского округа Архимии Московской области. Наш с вами проект генерального плана подготовлен в тесном сотрудничестве, профессиональной команде, Института городостроительного и системного проектирования, органах местного самоуправления, Дмитрий Владимирович, депутатов, Главного управления архитектурой и горностроительства. Это плод нашей с вами совместной работы. С утверждением генерального плана каждый житель будет знать, где, как и когда будут построены жилые дома, детские сады, школы, офисы, склады, объекты производства, дороги, инженерные коммуникации и зоны отдыха на территории городского округа Архимии. Можно сказать, что с утверждением генерального плана мы с вами приобретем право на будущее. Более того, с утверждением генерального плана внесение изменений уже в этот сбалансированный документ будет возможен только с согласия Совета депутатов и жителей городского округа Архимии. Не секрет, что работа над генеральным планом муниципалитетом велась еще с 2011 года. Муниципалитетам было подготовлено несколько редакций, но они не увлечались успехом. Но только в этом году мы получили с вами проверку документов, в котором учтены все интересы жителей, инвесторов, участников городостроительной деятельности. Рационально и бережно осуществлен подход к зонированию территории. Проектировщики, проектировщиками отсмотрен каждый земельный участок в целях исключения наложения планированной границы на целого пункта города Химки. Генеральный план – это документ, который утвердит границу города Химки. Самые острые вопросы были заданы в адрес муниципалитета на вчерашней комиссии Совета депутатов. На них получены профессиональные и исчерпывающие ответы. Вопросы, связанные с корректировкой проекта генерального плана по вчерашнему заседанию, были оперативно решены положительно с Главным управлением архитектуры и городостроительства Московской области и включены в проект генерального плана. Так, земельные участки, расположенные вдоль улицы Парковой, которые относились к зону Р5, были включены в зону Р1 – озерененных, благоустроенных территорий. Земельные участки, принадлежащие ООО «Омега», отнесены в зону Кур с максимальной застройкой 20%. Для семейных участков ООО «Туризм-сервис» в дом канала имени Москвы определена максимальная этажность – три этажа. В том охрана окружающей среды включена информация о парках Турки, Подрезково и имени Толстого. Уважаемые депутаты, муниципалитет сделал невозможное и невозможное, чтобы в городском округе Хейки наконец появился генеральный план. Прошу вас поддержать его и утвердить. Также я хочу пригласить сейчас для содержания генерального плана для доклада нашего проектировщика Гитрия Гриднева. Добрый день, уважаемые члены. Прошу вашему вниманию. Представляется заводный проект генерального плана. Он проходил согласование и в правительстве Московской области, и на публичных слушаниях, и в органах федеральной власти. По каждому этапу вносились изменения по генеральному плану. Он дорабатывался и вынесен сегодня на утверждение с учетом всех заинтересованных сторон. В рамках проведенных публичных слушаний поступило 1631 обращение. По 1431 человек приняли участие, в 2018 было получено обращение. По 143 вопросам. Из них 101 вопрос были учтены положительно, и 42 вопроса были... На них было дано отрицательное заключение. Генеральный план был подготовлен, начиная с... На днем работы, или у вас начиная с 2015 года, прошу прощения. В данном плане был проведен анализ и земель-имущественных отношений, и статистические данные, и определенные зоны с особыми условиями. Проработана документация, утвержденная на данный момент по планировке территории, и определенные объекты ветхого аварийного фонда. Решение этих вопросов также было в составе генерального плана. Генеральный план является одним из наиболее предоставительно активных муниципальных образований Московской области. Генеральный план содержит и утверждает три основных положения. Это границы населенных пунктов, это функциональное зонирование территории и размещение объектов местного значения. Также в составе генерального плана представлен материал по обоснованию тех проектных решений, которые заложены в основных положениях генерального плана. На данном слайде представлено предложение по установлению границ населенного пункта города Химки. Здесь на слайде представлено предложение по функциональному зонированию территории. Далее представлено предложение по размещению основных объектов местного значения в области образования, как школьного, так и дошкольного, здравоохранения, физкультурно-оздоровительных комплексов и больниц, учреждений больничного плана. Дальше в составе генерального плана представлено мероприятие по развитию мест приложения труда. По проекту до 2035 года городского украина получит профицит рабочих мест от планированного баланса. Это 50% от планированного населения. Это баланс. И еще плюс 24% профицит по созданию рабочих мест. По транспортной инфраструктуре учтены мероприятия федерального и регионального значения при подготовке, а также даны мероприятия по развитию местной уличной дорожной сети и объектов транспортной инфраструктуры местного значения. Это и Репинская развязка, которая на первую очередь заложена в проекте генерального плана. Это и реконструкция других элементов местной уличной дорожной сети. В целом, по генеральному плану я доклад заканчиваю. По вопросам, которые вчера поднимались на комиссии Совета депутатов, есть также иллюстрации по парку Дубкин. В самом проекте генерального плана территория остается, спорная территория в зоне Р-4, а в зоне Р-4, а в правиле земельной застройки она отнесена в зону комплексного устойчивого развития территории с процентом застройки не более 20% площади земельного участка. Второй вопрос был по Сходнинскому лесу. Территория Сходнинского леса частично, большая ее часть, на нее имеются лесные планшеты. Действительно, лесники дали данный, потому что часть Сходнинского леса отнесена в гос. Но в проекте генерального плана вся территория отнесена к зоне городских лесов и лесопарков. И даже при том вопросе по лесной амнистии, который вчера поднимался, по проекту генерального плана и правилам земельной пользования и застройки территория отнесена к соответствующей зоне. Даже при амнистировании участков профессиональное назначение будет то, которое заложено в данных документах. Спасибо за внимание. Уважаемые депутаты, вчера на профильной комиссии обсуждался правиль генерального плана. все депутаты имели возможность выступить, и они выступили со своими замечаниями и предложениями. Обсуждение проходило бурно, активно. Надо отдать должное, что представители администрации, Казакова Наталья Евгеньевна и представители организации разработчика Бритни Дмитрий Завуриевич полно и аргументированно ответили на поставленные вопросы. Более того, для тех, кто не присутствовал на комиссии, скажу, что мы дали возможность выступить всем приглашенным. Хотя и были некоторые возражения со стороны депутатов, что в обсуждении принимает участие только депутат. Нет, мы дали возможность выступить всем приглашенным. Поэтому есть приглашение, предложение поставить в эвансовании церкви. У меня небольшой вопрос по поводу парка Дудки. Вы сказали, что территория Амеги была отнесена к зоне Курт. Подскажите, рядом с участками Амеги есть неразграниченные земельные участки. Относятся ли они к территории Курта или нет? Нет, они отнесены к зоне Р1. Еще вопрос. Насколько мне известно, вчера в главах архитектуры Московской области проходило заседание по поводу парка Дудки. Скажите, был ли направлен протокол... Ну, я не знаю, просто к кому вопрос, к сожалению. Озвучиваю, кто ответит, тот ответит. Был ли направлен протокол в адрес Совета депутатов и администрации? Протокол поступил в отдел архитектуры и направлен в Совет депутатов. Мы пока еще не получили. Мы почему-то не получили вообще. Вы имеете в виду протокол, запрещенную новую тему предложения, который добавил... Протокол вчерашней комиссии по правилам землепользастройки. Вследствие чего мы поправили КЗЗ и генплан. Как вы помните, мы вчера планировали отнести участок Омеги в зону Р1. Но, однако, на комиссии было принято решение более жесткое отнести в зону Курт с планируемой застройкой 20%. Хоть протокол, я так понимаю, вы с протоколом еще не ознакомлены, но решения, которые содержатся в протоколе, уже реализованы, материалы поправлены и в ближайшее время будут направлены в Совет депутатов. Спасибо. Хорошо. И еще один момент по поводу как раз-таки Куртов. Сегодня мне на почту поступило очередное обращение от жителей в район Новогорск. У них, согласно генеральному плану, который они рассматривали на публичных слушниках с участием населения, их индивидуальные дома индивидуального жилищного строительства находились в зоне Ж2. Вот они мне прислали сприншоты, которые они смогли найти в продеке. Генерального плана, который был непосредственно в публичных слушаниях. При этом уже в проекте Генерального плана, который был выслан в Совет депутатов, их дома отнесены в зоне Курта. И, соответственно, зона Ж2 убирается. Причем в Курте 1, я посмотрела, это Курте 1 относится. Значит, разрешенный вид использования как индивидуальная жилищная застройка в принципе отсутствует. Аналогичные замечания и возражения были от жителей Микроэлла Сходня, где тоже процент индивидуального жилищного строительства высок. Я так и не услышала, почему нельзя, значит, исключить дома под ИЖС из зоны Куртов РАС. Во-вторых, почему глав архитектура после уже проведения публичных слушаний, да, изменяя, и жители одобрили тот проект генерального плана, который они рассматривали, да, после этого глав архитектура вносит изменения, при этом жители остаются как бы в неведении. Данную проблему я знаю. Сегодня я связалась с заместителем начальника управления Зыковой Надеждой Николаевной, и Надежда Николаевна подтвердила мне, что эта техническая ошибка по включению индивидуальных жилых участков в зону Курт Капитал, Капитал, ООО «Капитал», эти участки включены в зону Ж2, уже в той редакции, которую мы увидим с вами утвержденную и поправленную по результатам вчерашнего нашего с вами заседания и сегодняшнего. То есть эти зоны индивидуально учтены как зоны индивидуальной строительства, и вычленные из состава Курта? Я сегодня связалась с этой жительницей, все ей доложила, у нас у нее вопросы в основном. Так, спасибо за проведение. Вопросы? Дмитрий Патриевич, вы как сразу начинаете? Я понял, дождует. Дмитрий, хотел вам задать по поводу медицины. Сейчас дефицит, да, местаж, а больницы в кое-то место, да? И я посчитал, при реализации генплана 381 тысячи человек, вы прибавляете к существующим местам 1277, у нас сейчас стоит и место в городском уроке, вы прибавляете 788. У нас получается 2065 мест, а нужно 2286 мест. Почему вы и все нормы не учли? Смотрите, в ходе согласования этого вопроса с Министерством здравоохранения Московской области было принято решение по покрытию оставшегося дефицита за счет федеральных больничных учреждений. Это госпитали, которые расположены в Новокровске и в Планете. По системе обязательного медицинского страхования каждый житель городского округа может обратиться за медицинской помощью и в эти медицинские учреждения. Поэтому, причем как в самом городском округе Химки, так и в любом другом муниципальном образовании, если где-то федерация в нашей стране. Поэтому данные, вот оставшиеся дефициты, предлагаются покрыть за счет учета в федеральных медицинских учреждениях. — Подождите, Анатолий Иванович, подожди секунду. Вот у нас Константин Васильевич, генеральный директор клинической, Баннист-Удьет нас. Подтверждаете такую ситуацию, да? — Ну да, у нас федеральный клинический центр 570, который находится на территории городского округа Химки, который отхоживает также химчанцы. — То есть здесь никаких вопросов не может быть, и по МАЭС может быть другой. — Спасибо большое. Я просто хотел спросить, почему мы это своим учреждением строим? Потому что, понимаете, федералы — это федералы, у них есть свой план, у них есть свои больные, вам присылают заводы, ведь правильно я так понимаю? Министерство обороны присылает другую больницу спецстроя, да? И город нагружает эти больницы. Я говорю про наши сегодня мощности, чтобы мы закладывали и строили по нормативу. — Разрешите? Значит, первое. Больницы имеют норматив также по территории. Городского округа Химки — достаточно плотная организированная территория, и размещение дополнительных мест в больничных, именно муниципальных учреждениях, под них мест физически выявлено не было. Также есть момент того, что нагрузка на бюджет городского округа Химки будет выше, если население можно также обслуживать в федеральном учреждении, тогда стройка дополнительных мест в муниципальных больничных учреждениях становится не столь обоснованным. То есть это второй факт, который обсуждался при принятии данного оператива. — Задёв, нет смысла, нет смысла. Андрей Валерьевич, нет смысла строить дополнительные медицинские учреждения, в том числе и стациональные. Если есть федеральные учреждения, так же, да, там вот госпиталь, да, спецстроят, потом вот нашего учреждения, федеральный механический центр, который относится к федеральным учреждениям. Потому что если мы сейчас, ну, просто это дополнительное вложение денег для городских учреждений, которые будут хвостовать, просто учреждения будут хвостовать. — Да, спасибо. — Мы работаем также на душе. — Не ждайте информацию, чтобы люди могут приезжать. — С переходом на одноканальное финансирование сейчас не только жители Московской области, да, могут обратиться в наши учреждения, но и Тульс, и Ярославль, и Ивановская область, и так далее. — Задёв, спасибо. Я думаю, ответ получен. Полноценный вопрос. — Вообще с 18-го года, и вы, как считаете, уже вопрос отлучен, вообще ликвидируются полностью все госты, и, значит, МВД, и все остальное. Все будет, свои сотрудники будут обслуживаться в российских больницах, по-моему. Вот поэтому то, что у нас сегодня будет гордикой недостаточный, вот это может уронить. — Мне сейчас просто на запросы депутатских дали ответить, и действительно недостаточно. И вообще, когда вы слышите, на следующий год идет сокращение, даже ГОСТ-ЛВД сокращение, ГОСТ-ПОСБ. — Спасибо. — Потому что хватает. — Спасибо, Николай Михайлович. Понятно. Ответ Анна Сергеевна, я буду наказать на этот вопрос. Вопрос еще. Алексей Михайлович. — Скажите, пожалуйста, почему получилось так, что у вас по генплану произойдет еще застройка на 50%, желая застройка увеличилась на 50% по отношению к существующим? А такие важные вещи, как места захоронения, у вас нету в этом внутреннем генеральном плане? — Значит, предложения по застройке в генеральном плане учтены только те, на которые есть документация по планировке территории или одобрены для настоятельного Совета Московской области. По организации мест захоронения в физической территории внутри самого муниципального образования городского пустинки отсутствует. Порядка 60 гектар требуется для нормативного обеспечения местами захоронения, плюс еще санитарные нормы, которые должны выдерживаться при размещении вкладки. Поэтому в генеральном плане прописано решение, и оно было также согласовано Министерству потребительского рынка Московской области, позволяющее городскому могу приобрести земельный участок в дубом муниципальном образовании, где имеются территориальные резервы, и осуществлять деятельность по захоронению уже на его территории. Я дополню, потому что вопрос о приобретении этого участка уже с Шагорским районом уже ведется давно, и даже предпринялся, и определил место, так что и будет он решен естественно, по-другому быть можно. Да, Александр Андреевич. У меня вопрос вот такой, жители района Сходня выразили свой протест о размещении курдов на ИЖС, в частности, ТОС в Сходне-Нечурице. Что у меня за вопрос? На эту территорию утверждена документация по планировке территории. Вся документация по планировке территории, утвержденная на жилищное строительство, отнесена к зонам курдов, в тех границах, в которых была утверждена данная документация. Я дополню, потому что по законодательству, которое недавно уточено в области, муниципалитетам дано право и обязанности согласовывать проект планировки территории, конкретно территории. Курд, я так думаю, это та территория, которая будет однозначно заново рассматриваться проектом планировки. И в рамках согласования проекта планировки, тогда уже мы имеем возможность принять те решения, в том числе и учета места индивидуального жилищного строительства. И я, кстати говоря, напомню, и вот, Дмитрий Владимирович, как мы на тему разговаривали, так понимаем, насколько вопрос важный, что рабочая группа, рабочая комиссия, которая работает в администрации по разработке и согласованию проекта планировки конкретных территорий, будет постоянно принять участие, представитель сядет года. Я думаю, на уровне председателя, заместитель председателя согласования. Это мы завещаем на прокуратуре. Также в дополнение касаемо генерального плана, в районе депутатов, мы все понимаем прекрасно, что есть причины, почему генеральный план не принимался столько лет, и мы сегодня сделали действительно революбный прорыв, потому что вот это очень мусная история. Сегодня есть большая возможность, большая возможность, не имея генерального плана, принимать разного рода решения и крутить, скажем так, эти решения в том или ином виде. Значит, те, кто сегодня, мы сейчас увидим результаты голосования, но очень важно отметить сегодня, что мы говорим про порядок. Значит, генеральный план сегодня это четкое, конкретное наведение в порядок. Что можно строить, а что нельзя, и ПСЗ, соответственно, внутри уже разделения на самих земельных участках. Поэтому наша задача сегодня наводить порядок. Если вдруг процесс, как говорится, жизни нам покажет, что где-то есть какие-то ошибки, или возможно что-то в этих тысячах и десятках тысяч деталей было не учтено, всегда можно вести изменения. Значит, всегда можно вести изменения. Но, как сказал наш главный архитектор Наталья Евгеньевна Казакова, теперь эти изменения будут вноситься здесь, в этом кабинете, в вами, в депутатах. Поэтому уже никто не сможет, вы его взять, и как-то вы будете обсуждать, и вы, собственно, будете принимать решения. Мы проделали огромную работу сегодня с архитектурой, глав архитектуры правительства Московской области, для того, чтобы вообще выйти на это решение, на это голосование. Я уже не говорю, что вы не слышали. Все вопросы, детали, анимации, какое-то место, или еще что-то, да, это все обсуждалось на публичном слушании. Те, кто был, они эти вопросы задавали. Все, что можно было учесть, мы с вами видим, коэффициент очень высокий. 101 решение было положить на 2-й год. И в районе 40 решений были отменены. Но мы все время помним, какие были проблемы у нас еще на весну 2017 года и какие предложения к нам поступали касаемо генерального плана. И мы, конечно, эти предложения, даже не то, что не носили, мы им не дали ход. Поэтому действительно работа очень большая. И сегодня, где мы поставим точку, все-таки с наведением градостроительной политики порядка, Химка. Мы много уже где навели здесь порядок и будем продолжать наводить его. Но касаемо генерального строительной политики, все идет с ними. Можно сегодня строить здесь дом или нельзя? Нет генерального плана, 150 вопросов. Можно поставить здесь магазин? Можно ли на аукцион выставлять участок? Вот все эти комплексные вопросы, они автоматически будут решены после принятого вами решения. Спасибо. Я еще раз обращу внимание, что после принятия этого генерального плана и ПЗЗ, естественно, в конкурсе, как раз появляются у Совета депутатов, и в том числе в администрации, регулируют четко, на месте, абсолютно точечно все проекты поневодки и все варианты застройки и все параметры застройки. Так, Аня Васильевна. У меня, Александр Павлович, небольшое пожелание. Вот вы сказали по поводу участия представителей Совета депутатов в комиссии, да, при администрации. Огонная просьба все-таки высылать на имя всех депутатов приглашение, потому что, я думаю, не только вы хотите участвовать. Мы говорим не о том, что хотим или не хотим. Естественно, здесь вопрос не будет носить никакого личностного характера. И я думаю, что все, кто будет желать, реально иметь желание присутствовать и принять участие, будут приглашаться. Ну, более того, я скажу, что у нас еще год назад обсуждался вопрос об участии депутатов в проведении комиссии межведовственной при администрации. К сожалению, до сих пор у нас не высланы в адрес Совета депутатов информации о том, какие комиссии, с какой периодичностью проводятся. Поэтому лишний раз хочу об этом напомнить. Я думаю, Март Григорьевна. Вот у нас есть депутаты, которые сейчас постоянно комиссии постоянно, не прерывно, в течение многих лет. Вот, да, именно, Борисович, жилищная комиссия, Александр Алексеевич, терапевтическая комиссия и так далее. Дарья Борисович. Да, ну, как это можно сделать, наверное, так. Ну, есть депутаты интересы, есть образование, желание и так далее. Просто включить, ну, вот, типа, как меня включили, вот, как если делать, то там, третий, четвертый год, как сказать, да, мы так далее. То есть, не так вот высоко. Спасибо, Владимир Борисович. Я думаю, что вопрос планированный территориально, вопрос более широкого спектра, и не конкретно человек будет закреплен, но, наверное, будет зависеться у нас, вы знаете, как у нас все депутаты имеют, так сказать, свою курируемую территорию. И, наверное, будем ориентироваться, в том числе и на эти параметры. То есть депутат, который отвечает за конкретную территорию, как бы за конкретных людей, будет принимать и, в том числе, обязательно участие в этих совещаниях и в комиссиях. Поступило предложение, вот, Александр Николаевич Кушин, о том, что поставить на голосование решения о выдвижении Белия Антона в целом. Нет. Нет, другая. Тогда ставлю на голосование решение о выдвижении генерального плана Горстоповой Тиньки Московской области. Это каким? С учетом тех дополнений, которые внесены вчера на комиссии градостроительной главы архитектуры, с учетом тех замечаний, которые озвучила Наталья Евгеньевна, которые найдут отражение в конечном варианте этого генерального плана. Это мы просто проконтролируем в соответствии с протоколом. Кто за принятие данного решения? Прошу голосовать. Прошу посчитать. Протокол. Посчитайте, голосуй, пожалуйста. Восемнадцать за. Сколько? Восемнадцать. Не опускайте, пожалуйста. Восемнадцать. Сколько? Восемнадцать. Все. Семнадцать за. Кто против? Два. Додержались. Один. Два. Прошу за действующий протокол. Спасибо. Решение о выдвижении генерального плана Роскоповой Тиньки принято. Следующий вопрос. Решение о выдвижении правил землепользования и застройки территории, части территории Городского Тиньки Московской области. Наталья Евгеньевна. Одновременно сработано генеральным планом и церковь летом главным управлением архитектуры и проектировщиками подготовлен документ градостроительного зонирования, правил землепользования и застройки. Этот документ уточняет информацию об объекте и земельном участке, существующих объектах и планируемых на территории Городского Павла Роскоповой Тиньки. Каждый житель или инвестор может узнать, будет в правиле землепользования застройки, на какой вид разрешенного использования он сможет поменять существующий вид своего земельного участка или объекта, до какого размера площадь земельного участка может быть уменьшена или увеличена, на сколько процентов он сможет ее застроить и какой этажности объект он сможет развести на этом земельном участке. Проектировщиками, так же как и в Генкване, рассмотрен каждый земельный участок и отнесен к той или иной территориальной зоне, жилой, рекреционной, общественной деловой, производственной и так далее. На основании сведений правил землепользования застройки мы с вами будем получать градостроительный план земельных участков и разрешение на строительство. Острые вопросы касательно проекта правил землепользования застройки, который мы рассмотрели на комиссии, были учтены и в рамках корректировки уже приведены выспомнения. Территория Америка, как вы видите, включена в путь застройки 20%. Прошу данные проект поддержать. Слово для доклада по содержанию проекта правил землепользования застройки предоставили землепользовательные застройки. Итак, правила землепользования застройки также проходили согласование в органах исполнительной власти Московской области на публичных слушаниях и по результатам этих рассмотрений вы вносили соответствующие изменения и дополнения в правил землепользования застройки. Также 1637 человек приняли участие, было 869 обращений по 185 вопросам. Из них 101 вопрос, также учтены положительно, и 84 были отклонены. Правила землепользования застройки состоят из трех основных блоков. Первый – это появление применения правил землепользования застройки, как инструкции, как пользоваться этими правилами, и как описано полномочия, во-первых, местное самоуправление, физических и юридических лиц, как носить изменения в правил землепользования застройки, как проводить публичные слушания, как поменять вид разрешенного использования, какие требования предъявляются к документации по планировке территории. Следующий блок – это графические материалы, карты градостроительного заменования территории, где территория муниципального образования, за исключением землепресного фонда, водного фонда и сельскохозяйственных области, на них карты регулярно не распространяются. Разделена по территориальным зонам, выделены зоны различного назначения – кастеронно-атергейные, живые, общественно-деловые, производственные, рекреационные и другие. И также выделены зоны комплексного устойчивого развития территории, для которых является необходимым наличие документации по планировке территории и заключение договора на реализацию комплексного устойчивого развития территории с органами местного самоуправления. Также второй графический материал является карта зоны с особыми условиями использования территории, на которых отображены зоны, накладывающие те или иные обременения на использование земельных участков. Это, например, санитарно-защитные зоны, водоохранные, источники телевоза снабжения, объектов культурного наследия и так далее. И третий блок – это градостроительные регламенты. В них прописаны виды разрешенного использования, основные вспомогательные и условно разрешенные для каждой территориальной зоны. И отображены параметры застройки в части высотности, процента застройности земельного участка, отступа от границ земельного участка и минимальный или максимальный размер земельного участка, который можно сформировать внутри каждой территориальной зоны. На этом доклад заканчиваем. Спасибо за внимание. Спасибо. Александр, Александр, спасибо. Почему? Александр Павлович, вчера на комиссии рассматривался в одном пакете проект правил земельной пользы застройки и расколку и киньки. Представители администрации и организации разработчика дали ответы на вопросы депутатов. Предлагаю поставить вопрос на голосование. Александр Павлович, предлагаю поставить вопрос на голосование. Целую? Да, целую. Спасибо. Вопросы видите, дочек? Ну, я просто еще раз скажу, что вчера все детально обсудили, и поэтому здесь процессы отдельно обновлены бессмысленно, и мы вчера раздавали вопрос в комплексе. Практически все вопросы, которые были затронуты у нас в изменениях в генплане, они также будут отражения в том числе изменениях в ПЗЗ. Поэтому, если не другие предложения, то оставлено голосование решения о подтверждении правил земельной пользы застройки территории, части территории городского пунктики Московской области, представленных в виде с учетом внесенных и уточненных сегодня изменений. Прошу голосовать. Кто за? Протокол, пожалуйста. Почитайте, пожалуйста. Четырнадцать. Кто против? Раз, два. Задержались. Трое раздержалось. Все сходится? Спасибо. Решение принято. Спасибо за это. Исчерпано. Я попрошу депутат раздержаться буквально на пару минут. Всех приглашенных. Можете вы все же. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok